Доброе утро, дорогие друзья! По благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла в Нефтьюганске 22 и 23 октября пройдет 4-й епархиальный съезд сестричеств и братств Ханты-Мансийской епархии. Об этом мы подробнее поговорим с Иереем, председателем отдела социального служения и благотворительности Ханты-Мансийской епархии Леонидом Бортковым. Отец Леонид, доброе утро! Доброе утро! Расскажите подробнее, какая тема у этого форума? Ну, в первую очередь, тема, конечно же, 5 лет, в которой мы уже трудимся посредством того, что епархия уже появилась в нашем Ханты-Мансии. Была образована. Да, была образована с этого времени и деятельность социального служения в рамках этой епархии действует. И в связи с этим мы будем делиться опытом, непосредственно касающийся этих 5 лет, что мы сделали за эти 5 лет. То есть подведение – это своеобразный итог, да? Угу. Это рода те оазисы, которые позволяют человеку действительно обрести в этом мире милосердие и любовь. Потому что многие говорят, что милосердия и любви в этом мире нет. Но забывают, что человек сам непосредственно является источником либо блага, либо зла. И поэтому люди решаются объединиться общими усилиями и общим благом ради того, чтобы помочь ближнему своему. В любом случае это, получается, единомышленники? Да, единомышленники, естественно. А год от года количество участников растет? Вот. Ну, будем видеть в этом году, сколько приедет. А так-то, конечно, естественно, желающих и сестричества побольше людей становится, но и аудитория увеличивается. А можно сказать, где по округу наиболее развиты вот эти движения братства и сестричества? По округу? Ну, братья, большие города. В больших городах, в принципе, есть. Ну, сестричество, если брать Сургут, там небольшое, но зато там другое. Там есть кризисный центр для беременных мам. То есть, заботятся также, помимо этого, борьбы с абортами. То есть, там своя деятельность. А так, Ханты-Мансийск, Нефтьюганск, Нижневартерск, Лонгипас. Это те места, где больше всего развито сестричество. То есть, там есть... Но это, получается, не только при социальных учреждениях, но и при приходах в том числе. Правильно ведь? Да. Тогда в основном это все по приходах действует сестричество, милосердие. А кто чаще всего это люди? Можно так вот нарисовать портрет? Мужчины это вот, например, те, а вот женщины это совершенно другие люди. Ну, сестричество зачастую приводит к бедах. Потому что, когда человек начинает страдать, он более открыт к другому, отзывчив к другому человеку. Ему понятна более беда ближнего своего, поэтому он старается помочь в ту кризисную ситуацию, когда был сам в такой же ситуации. Пережив сам в трудные времена. Поэтому в большей степени это люди, пришедшие с бедой. Ну, вот сострадание больше следственно женщинам, наверное, все-таки. Мужчины, тем более в нашем северном крае, это люди суровые. А братство? Братство кто состоит? Братство у нас в Нефтьюганске. Я бы не сказал, что мужчины прямо суровые и в нашем округе. Не, я знаю, что суровые, но отзывчивые. Это даже можно, вот пример обычный, это на дорогах поведение. Что всегда чувствуется поддержка, вне зависимости из какого ты региона. Ты приехал к нам на север, тебя обязательно, если случилась какая-то беда на дороге, на трассе тебя поддержат. Ну, братство есть только в Нефтьюганске. И нету там такого прям нарекания на это братство. Люди сами желают объединиться ради того, чтобы помочь ближнему. Поэтому я не могу сказать, что чем-то они существенно... Люди разных профессий, да? Это люди разных профессий и все воцерковленные, да? То есть те, кто регулярно ходят, посещают церковь, да? Да. А есть такие люди, которые нерегулярно ходили в сестричество, ну и взять, братство я не совсем владею полной информацией по братству, как они пришли к этому. Ну, потому что я сам руковожу сестричеством, поэтому я больше знаю о сестричестве. То, конечно, есть люди, которые посредством сестрического служения сами воцерковляются. Ну что же, батюшка, огромное спасибо, что вы к нам пришли. Мы желаем, чтобы на этом съезде все, что было хорошее, вспомнили. И, разумеется, чтобы обязательно впереди только было хорошее, доброе. И люди всегда были готовы помогать и отзываться на беду друг друга. Дай Бог. И в радости одним словом поддерживали друг друга. Дай Бог. Спасибо. Хорошего дня вам. Спасибо. За юноши.